4 скрытые камеры. Стояла, не двигаясь, вглядываясь в темноту. Собаки начинают лаять. И она залазит под шкаф, как будто она чего-то испугалась. Моргает свет. Это реально происходит на скрытой камере в 3 часа ночи. Запись той камеры, которая была направлена на диван, в окне над дверью свет мигает очень странно. Как будто какой-то просто невидимый человек. Привет, я Анимеджик. Со мной это мои питомцы Софиша, Киса-Лиса, Юмичу-Покемон. Сегодня, ребята, очень интересное видео. Я думаю, вам понравится. А вам понравится, и вы наберете на нем 50 тысяч лайков в честь наступающего моего дня рождения. Сегодня мы будем снимать скрытую камеру. Вот мы ложимся спать, мы встаем утром, и весь этот период, пока мы спим, вот что они делают? Реально ли собаки всю ночь такие тоже ложатся спать и спят, и кошка? Или все-таки они что-то там ночью ширудятся, что-то там вытворяют? Подписывайтесь на канал, потому что мы собираемся к новому 2023 году завоевать 3 миллиона подписчиков! Начнем с того, что я в этой комнате установила 4 скрытые камеры. И все они китайские, и не все они хорошо снимают ночью. Но это обнаружилось уже потом. Не у всех камер вообще оказалось есть ночное видение, и камера, на которую я рассчитывала, которая была повернута в одно из мест, она просто ночью ничего не могла снимать. Она еще у меня была замаскирована в такую лампочку круглую металлическую, и в итоге я вот смотрю, только в 10 утра на ней что-то видно, потому что она в темноте толком не снимала, а может снимать только при свете дня. Ну ладно, я прямо сегодня вместе с вами буду отсматривать весь материал, который получился. Я еще ничего не видела, и я не знаю, что происходило всю ночь до утра. Еще одна камера, которая у меня расположена была в другом месте, к сожалению, снимает некачественно. Ну то есть прям видно, какое качество съемки, оно очень странное, и на этой камере постоянно, как вы видите, происходят какие-то помехи. Количество материала, которое мне предстоит отсмотреть, это очень много. Это много-много-много часов съемки, просто невероятно. Еще есть так со многих камер, капец как много. Пока я с этими камерами разбиралась, я установила их уже только к часу ночи, но в это время никто, ни киса, ни собаки, по-моему, спать не хотели. Два момента, которые меня удивили в ночной съемке, у всех светятся глаза, и у собак, и у кошки, они просто как демоны в ночи такие выглядят. А второе, это то, что камеры, когда у них включен режим ночного видения, они как бы светят, как будто фонариками. На самом деле они не светят, то есть собаки и кошка не видят эти фонари, их видно на съемке, когда одна камера снимает другую. Ну и мы видим, что, конечно же, в час ночи никто не спит. Обратите внимание, что Юмия с Софи очень к стулу относятся неравнодушно. Дело в том, что я для интереса положила на стул мисочку с кормом, чтобы проверить, будут ли они как-то на нее реагировать, учитывая, что они покормленные и сытые. И захочет ли кто-то этот корм достать в итоге и съесть. Также некоторые камеры у меня статичные, то есть они не двигаются, а некоторые камеры, они следящие, то есть они на движение реагируют и поворачиваются иногда. Но не всегда нормально поворачиваются за движением. Чем же занимались тут без меня ночью Софи, Юми и киса Алиса? Итак, час с лишним ночи. Никто не спит и спать, по-моему, не собирается. Софи с интересом изучает шкаф, Юми бродит, Алиса забралась на пуфик и наблюдает. Через время она перебирается на подоконник и наблюдает за ситуацией оттуда. Софи скромно сидит в лежанке, а у Юмичу демонический припадок. Она кувыркается на полу, как будто в нее кто-то вселился. На самом деле она ползает и трется об ковер, чтобы оставить свой запах. Это такой способ отметки своей территории, типа тут все вокруг мое, а не ваше. Затем Софи с Юми заинтересовались кроваткой и что-то там роются. Потом Юмичу запрыгивает на диван и смотрит в окно. Кого она там в окне в полвторого ночи увидела, я не знаю. Но она достаточно долго наблюдает за чем-то, а в это время киса Алиса на соседнем подоконнике смотрит за ней. Софи продолжает медитировать в лежанке. Но никто так и не спит. Юмичу спрыгивает на диван, как-то дергана по нему, бегает, обнюхивает, чешется. Это знаете, как кто-то зевнул и ты тоже зевнул, после нее сразу чешется Софи. Потом Юмичу заинтересовалась шкафом, а Софи опять обратила внимание на стул, на котором еда. Но никак ей по высоте просто не удается оттуда корм достать. Юмичу снова залетает на диван и смотрит теперь в другое окно, как маленький волчок она бегает по дивану. Неугомонная опять спрыгивает, потом она опять запрыгивает на диван и начинает снова смотреть в то самое окно, не зная уж, что она там такое увидела. Потом Юмичу решает попить водички. Киса Алиса продолжает за ними наблюдать. Софи совершает еще одну неудачную попытку достать корм, пока никто не видит, кроме киса Алисы. Час двадцать ночи Софи решает, что, наверное, ей надо залезть в шкаф. Вот именно, почему бы и нет. Она залазит на нижнюю полку шкафа, и я не знаю, что она там делает, что она там решила поискать. Затем София, видимо, надоедает сидеть в шкафу, она из него вылазит, а потом она снова туда залазит. При мне собаки такие вещи вытворять не будут, поэтому очень интересно наблюдать. Юмичу, как маленький спецназовец, проверается по узкой спинке дивана от одного окна к другому и снова туда смотрит. Что она там заметила, я не понимаю. Затем она останавливается и начинает просто втыкать во тьму комнаты, потом смотрит снова в окно, потом идет еще раз по спинке дивана. Очень опасно это выглядит, какая смелая покемон. В итоге она слазит с дивана. Другая камера, кстати, заснимала, как и Софи в полвторого ночи залазила на диван и какое-то время смотрела в окно. Что привлекало их внимание там? Эти камеры обычно включаются именно на движение, но в какой-то момент все они, кроме этой, почему-то перестали снимать. А Софи замерла, как зомби, стояла не двигаясь, вглядываясь в темноту. Потом она подошла к камере, постояла возле нее какое-то время и почему-то громко гавкнула. На кого? Непонятно. Только посмотрите, что происходит на этих кадрах в 2.15 ночи. Камера даже повернулась на движение, Юмичур просто разнос какой-то совершает на диване, ковыряется в этих подушках, роняет подушку, что-то там делает непонятно чего, а потом слазит с подушки, у нее, кстати, ошейник тоже светящийся, залазит на подушку вот на эту от дивана, ковыряется на ней, заходит в тоннель зачем-то, что происходит, проходит сквозь него. То есть в это время Софи сидит под стулом, киса Алиса вообще непонятно где. Юмичу 2.15 ночи, почему нельзя просто спать? С полтретьего ночи Софи встала на пуфик и смотрит на то место, где была киса Алиса. Киса Алиса в это время наблюдает с подоконника своими светящимися демоническими глазами. Юмичу снова в припадке, она вовсю катается по ковру, только теперь уже в другом месте. Ближе к трем начинают происходить некоторые странности. Собаки начинают лаять. Более низкий голос это Софиша, более писклявый это Юмичу. Затем Софи выдает очень странное поведение. Без 10.3 она залазит под шкаф, как будто она чего-то испугалась. Юмичу подходит, обнюхивает камеру, запрыгивает на диван, а Софи продолжает испуганно сидеть под шкафом, хотя ничего явно не происходило. Это капец, ребята. Просто капец. Я сейчас в шоке. Три часа ночи. Это совпадение? Просто считается, что три часа ночи это типа мистическое время, в которое обязательно что-нибудь происходит? Это что произошло просто? Я вот сейчас отсматриваю просто на камере, и я не понимаю. 2.59, камера то ли вырубается, то ли что. В три ровно моргает свет, в три часа, на секунду. Потом камеры опять включают ночное видение, и как будто ничего не происходило. Юмичу под стулом смотрит в окно, Киса Алиса на пуфике, Софи под шкафом. Что-то их напугало резко. Я реально в шоке. Это реально происходит на скрытой камере в три часа ночи. У меня просто нет этому никакого объяснения. Происходит что-то странное, потом мигает свет, и оно опять зарубается, врубается, и вот этот звук, послушайте. Очень странный шум. Я хочу попытаться найти на какой-нибудь из камер, хоть на какой-нибудь, запись этого момента. Запись той камеры, которая была направлена на диван, показывает странный результат. Камера как будто дергается, и начинает снимать угол, в котором что-то мигает. Видимо, там робот-пылесос. В три часа ночи, когда везде мелькнул свет, она резко поворачивается. Какой-то странный кадр с включенным светом в 3.01.03, как и на другой камере, когда свет мигнул. А дальше все продолжается как обычно. Так как Юми Чу и Киса Алиса на этой стороне, а Софи под шкафом, она продолжает снимать диван, а потом Софи из-под шкафа вылазит. И дальше, дальше ничего не происходит, как будто ничего не было. На одной из камер тоже есть чуть-чуть запись. Здесь вместо странного звука лай, резкий засвет. Все отрубается, а потом включается уже в 3.03. Это реально капец как странно. Я ничего не слышала, я просто спала. Что произошло в этой комнате в 3 часа ночи, что собаки и кошка так повели себя, и что случилось с камерами, я не знаю. Это либо просто совпадение, либо реально тут что-то происходило. Может быть, еще на какую-то ночь поставить камеру и посмотреть, что будет в 3 часа ночи. Смотрим, что было дальше сразу после 3 часов ночи. Так как я вместе с вами отсматриваю материал прямо в эту секунду, когда снимаю видео, я не знаю, что будет дальше, и это даже намного интереснее, потому что я не в курсе, что было после 3 часов ночи. Были ли еще такие ситуации, события, повторялось ли это. Давайте смотреть дальше, потому что мне капец как интересно. И получается, вы видите мою первую реакцию, потому что я не знаю, что там происходило. Пока София опять по непонятной нам причине залазит в шкаф. Вообще, если честно, не совсем понятно, как они видят. Там ведь очень темно, и эти фонарики, которые видим мы, они на самом деле видны только для скрытых камер. При ночном видении в норме в помещении очень темно. То, что кошка видит в темноте, это скорее понятно, поэтому она и наблюдает за Софией. А вот как собаки там видят. В это время Юмичу устраивается на подушечке на диване. Пол четвертого утра, никто не спит. Софиша наша, вечно голодная, возвращается к стулу и снова безуспешно пытается достать хотя бы корминочку из этой миски. Это очень мило выглядит. Она шкребет этот стульчик. Как бы, как бы ей достать? То есть она туда не запрыгивает, видимо, ей высоковато, но достать пытается. Прямо в эту секунду, пока Софи пытается достать корм, Юмичу продолжает сидеть на диване. Кстати, вот до события в 3 часа ночи Юми была очень активная. Она бесконечно ползала, где-то лазила, что-то вынюхивала. А тут она просто залезла на диван после того события. И решила вообще устроиться поуютнее и легла уже на подушечку, даже опустив голову. В 4 утра киса Алиса слазит. Вообще ощущение создается, что киса Алиса вообще не спит. То есть вот совершенно. В час ночи камера включилась, уже 4 утра Алиса не спала все это время. И Софи тоже все это время не спала, как мы поняли. А вот Юмичу, она явно ушла спать на диван. Он стоял не здесь, он стоял в другом месте. Софи просто, видимо, как настоящая бабуля, никак не может уснуть. У нее бессонница. Алиса, как кошка-хищник, не спит по ночам. Она же должна ловить мышей. В общем, Юми реально где-то с половины четвертого она просто тупо ушла спать. Повторится ли еще подобная мистическая странная ситуация. В 4.30 ночи киса Алиса залазит на шкаф, запрыгивает. Софи за этим просто наблюдает вот эти светящиеся глаза вот здесь Алисины. Это просто капец. Она реально как какой-то вампир-монстр такой. Как ни странно, при том, что Юми моложе Софи, она как бы ушла спать вовремя. Ну, вовремя как, для нее, видимо, да, она пошла спать на диван. Киса Алиса хищника находит по ночам, а Софи почему не спит, непонятно. Когда я снимала это видео, я не заметила, что произошло в 4.37 утра. И только на монтаже я обратила внимание, что когда киса Алиса спрыгивает со шкафа и подходит к двери, в окне над дверью свет мигает очень странно. Я точно 100% знаю, что в 4.37 я спала, никто в доме не мог вставать. И более того, свет мигает нестандартно. И заметила я это только на монтаже, а не когда снимала ролик. Алиса начинает активизироваться. Ну, Софи-то и так толком не спала, она все мается и ходит. Вот эти прикольные моменты, когда она просто носом в камеру тыкается. Это очень прикольно. То есть, мне кажется, она явно не понимает, что это камера. Она просто проверяет какие-то предметы вокруг, все нюхает и обнюхивает, что-то ищет. И Алиса в 4.40 вот такая подходит к воде, нюхает воду. То есть, до этого она сидела и не ходила особо. А тут она к 5 утра активизировалась как хищник и начала ходить по комнате. Есть еще некое ощущение, что Софи же плохо видит и плохо слышит. А Алиса же кошка и она ходит очень тихо и передвигается. И Софи просто ее даже не замечает. Вот такое у меня чувство, что Софи не замечает кису Алису. Которая опять у нас пропадает из вида в какой-то момент. Потом опять появляется и они такие Софи ходят просто кругами. И как будто Софи не понимает, что киса Алиса где-то рядом. Поведение кисы Алисы явно меняется. Она становится явно какая-то беспокойная. То есть, она ходит, не может найти себе места никак. И в какой-то момент мы замечаем, что Софи все-таки идет спать к 5 утра. И смотрите, что происходит в 5.37. Просто смотрите, что делает этот маленький демон. Она потянулась такая, как монстрик просто. И пошла опять куда-то в 5.38 ходить. Она запрыгивает на стол. Раз. И запрыгивает на стол. И в комнате что-то загорается. Что это такое? Я просто не понимаю. Киса Алиса запрыгнула на стол. И что-то загорелось. Попробую посмотреть запись с другой камеры. Надеюсь, она нам раскроет тайну. А-а-а, все, все понятно. Киса Алиса запрыгивает на стол. Проходит по нему. И, видимо, задевает клавиатуру или мышку. А комп у меня в спящем режиме. Он не выключен. И он загорается. И освещает помещение. Вот что происходит. Киса Алиса врубает комп. Это реально тайная жизнь на ваших животных. Пока я сплю, киса Алиса включает мой компьютер зачем-то. Но еще более крипово выглядят кадры, где он гаснет. Как будто какой-то просто невидимый человек включил и выключил компьютер. 5.44. Киса Алиса спрыгивает со стола. И снова теряется из кадра. В 6 утра она продолжает не спать и ходить. И мается, и никак не спит. И когда она подходит к камере на движение, она двигается. И она так смотрит куда-то в пустоту. Она как будто увидела, заметила что-то, но никак дальше не реагирует. Мы ее замечаем в другом углу. Камера, к сожалению, не поворачивает на движение. Она запрыгивает вот сюда на полке. То есть, получается, Алиса не спит с часу ночи. И она еще толком не спала. Какое-то время она подремала, явно полежала. Но большую часть времени она ходила. Даже когда собаки спали. Даже когда и София уже легла спать. Сейчас на улице уже зима, снег. Все, в 7 утра еще темно. Я еще, конечно же, сплю, потому что зимой очень сложно вставать рано. Вы правда думали, вы верили, что ваши питомцы ночью спят, пока вы спите? Нет. И сегодня вы в этом убедитесь. 6.54. София, которая проспала всего несколько часов, снова просыпается. Снова ее что-то тревожит, беспокоит. Я даже вижу, что ее беспокоит. А в 6.56 просыпается и Юми Чу. И она слазит с дивана. То есть, получается, Юми, которая уснула где-то там в полчетвертого, да, в 7 утра уже на ходу. София, которая вообще уснула в 5 утра, в 7 утра уже на движухе. Киса Алиса вообще не спала. Что, почему? Теперь я понимаю, почему они днем храпят. Потому что они ночью не спят просто-напросто. Еще темно в 7 утра. Ближе к 8 будет светло. Но вот они как бы с 7 часов начинают вроде как засыпать. И уже когда совсем стало светло, где-то в 8.15, 8.20. Камера даже поменяла цвет, мы видим. Они явно как бы проснулись. Вот такой вот я провела эксперимент со скрытыми камерами. Посмотреть, что животные делают ночью. И больше всего меня насторожило событие в 3 часа ночи. Реально оно было странное и по поведению животных, и по поведению камер. И по поведению дома, в котором вдруг вмигнул свет. Это вообще очень странно. В общем, это самое такое прям стрёмненькое событие. Криповенькое. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Ставьте лайк. С наступающим вас Новым Годом. Меня с днем рождения. 50 тысяч лайков давайте собирать. Пишите обязательно свои комментарии. Подписывайтесь на канал. И в Телеграм приходите. Будем там все обсуждать. Увидимся скоро в новых видео. Спасибо. Спасибо. Спасибо.